Итак, первым вызывают на ринг нашего боксера Махмуда Сабархана, чемпиона Азии 2016, 2018, 2019 годов в своем возрасте, не среди взрослых. У Махмуда Сабархана был такой достаточно сложный год. Наш боксер стремился попасть на Олимпийские игры, выступая весовой категории до 51 килограмма. Там, где был Сакен Бибасынов, вернее, был и есть Сакен Бибасынов. Сабархан выиграл у него в чемпионате страны, однако тренеры все-таки остановили свой выбор на Бибасынове, который в итоге стал бронзовым призером Олимпийских игр. Ну а Махмуд Сабархан сменил весовую категорию, перешел в более тяжелый вес до 54 килограммов, но неудачно выступил на последнем чемпионате Азии, однако остался в этом весе, выиграл в октау мемориал Больтикулы и заслужил поездку на чемпионат мира. И здесь, в Белграде, он дошел до финала, где встретится с 25-летним японцем Томоя Цубой. Томоя Цубой выиграл на этом турнире у олимпийского чемпиона Рио Заирова. Он является чемпионом мира среди 19-летних боксеров. Этот титул он завоевал в 2015 году. И вот с таким довольно серьезным оппонентом японцам придется сражаться Махмуду Сабархану. У Японии, кстати, еще нет ни одного чемпиона мира в истории японского бокса, поэтому, конечно, Томоя Цубой очень постарается войти в историю. Итак, давайте смотреть и болеть за Махмуда Сабархана. Немецкий рефери в ринге. Надеемся на его объективность. Но Цубой, видите, уже начинает играть на публику. Махмуд не такой. Махмуд на 100% спортсмен, для которого главная победа. Первые секунды. Цубой проводит их активнее. И получает первое замечание от судьи. И Сабархан проводит несколько хороших атак. Попадает в голову японскому боксеру. И сейчас правый боковой. Японец идет вперед, опускает вниз голову. И уже второй раз на это обращает внимание рефери в ринге. Японец не попадает. А вот удары Сабархана достигают цели. Мы уже обращали ваше внимание вчера, когда проходили полуфинальные бои, что японский боксер из той редкой категории боксеров, которые свой каждый удар сопровождают какими-то выкриками. Но пока Сабархан точнее в своих атаках. Стревоженные лица японских секундантов мы с вами видели. Хорошо попадает наш боксер. Ну, если у японца и проходят удары, то они выглядят какими-то неакцентированными. И уже, по-моему, немецкий рефери начинает японскому боксеру надоедать. Потому что каждая остановка боя и у него какие-то претензии к представителю японской школы бокса. Ну, а Сабархан чувствуется, что с каждой минуты чувствует себя в ринге все увереннее. Он уже опустил руки, может быть, зря. Последние 22 секунды первого раунда. К сожалению, после того, как Сабархан перестал серьезно защищаться, как в начале раунда, стали проходить японцы некоторые удары. Ну, а первый раунд все-таки должен остаться за казахстанским боксером. Наших тренеров показали во главе с новым главным тренером сборной Кайратом Саджановым. Ну, давайте убедимся сейчас в объективности судей. Ну, вот, небольшое преимущество у Махмуда Сабархана. Три голоса против двух. Но та же самая ситуация была и в предыдущем бою. Кимиртация Жусупова против боксера из Таиланда. Тогда тоже судьи так немножко попридержали, если можно так выразить, свои оценки. И двое судей отдали предпочтение тогда сопернику казахстанского боксера. Но в дальнейшем все встало на круги своя. И Тимирташ Жусупа в итоге победился еще там 5-0. Вот даже на этом, на этой нарезке повторов видно, насколько Махмуд Сабархан имел преимущество над своим соперником. Ну, возможно, свою роль сыграла последняя минута, когда Цубой был достаточно активен. И Сабархан несколько ударов пропустил. И сейчас тоже не очень хорошая ситуация, потому что вновь Цубой начинает попадать. Сейчас главное не потерять свое преимущество нашему боксеру. То, которое он получил в первом раунде. Так, нужно собраться сейчас с Сабархану, не упускать преимущество и все-таки не забывать о защите. Потому что Цубой, к сожалению, все чаще и чаще пробивает оборону нашего боксера. Махмуд, ну, собраться надо. Но это финал чемпионата мира. Первый в твоей карьере. Надеемся, конечно, что не последний, но сейчас нужно здесь брать, брать этот бой. Для Цубой тоже, в принципе, редкий случай, когда японец попадает на чемпионат мира. Да, сложный, сложный бой для Сабархана. Начинался он вроде как оптимистично, но затем стало очевидно, что Цубой не так прост, как могло показаться на первых секундах. Бросается вперед Сабархан. К сожалению, не всегда удается ему удачно защищаться. Последняя минута второго раунда. И поддержка трибун должна тоже вдохновить Сабархана. Просит судья боксеров работать с поднятой головой. Вот сейчас попал справа Сабархан. Завершился второй раунд. Сложный второй раунд. Очень сложный для нашего боксера. Ну и для японца тоже. Но нас, конечно, в первую очередь волнует состояние Махмуда Сабархана. И так достаточно тревожно за оценки после второго раунда. Да, к сожалению, здесь все судьи отдали второй раунд Томой Цубою. И в третьем раунде Сабархану нужно брать инициативу в свои руки. И есть еще возможность выиграть финал. Но для этого нужно быть убедительным японцем в третьем раунде. И в третьем раунде, в третьем раунде, в третьем раунде, в третьем раунде. угрык и дуе теку жақсы хорнан көрсетті оса әлем чемпионды осында ирі дүрме қалғаш дед Махмудтың қатысып отырғана жерма жалындап тұрған жерма жастағы жүгіт бұл мама бұл бокс жайында мамандар тек қана жылы пікір айту да біз кейше көртік жартылай финалды қалай керемет жұдырлықтасықанын бұл жүгіттің бұған дейінгі жекпе жектерді керемет әсер алды тек біздің қанымез шетелдік бақ бұқаралыға ақпарат тұрғалдарды осы жүгіттің мұқтылығын атабы өтудемін тағы да жевер балды енді осы күш салу өрек күш салу өрек бұл құстығын тек қана жұдырықты оңды соңды сермеп алға тек қана жыл жуғанымез бұл тек керемет өнер бұған айлаға да тәстігеді жүгінің өрек тек женісті мұны осы компоненттер болған жағдайдың қана қолдет сүйуілады мұны дәлдірік тейм жатырмын жапон жүгіттің жұдырыға мұны жақсы өте жақсы мұны мақмуд осы шаул жалғасын көрек әл бір мүнттің асы уақыт бар аймын тағдабыр жақсы соқысын дарытты мақмуд бұл жолы жіберіп алды мәніп бұл жолы жапониалы боксшылар көміне көп кесі көрдіңіздер ғой біздің абылакан жүсіппен жұдыртасқан сәверіне та қазаға қаша жұрып ұсы саулды жақсы көредекен айла ғасы мұл мүмкінді көбір мегөре көрек әді қалды жүрмасы көнд бар айла ғасы мүмкінді көрек ұсы көрек ұсы көрек өттә пелегі ғасы мүмкінді көрек ұсы көрек үш өсеттос мүмкінді көрек қалды жүрмасы көрек ұсы көрек үш қалды жүрміздер В первую очередь, вверх середина, в первую очередь, в последний второй очередь, он был в первую очередь. Законировка была депутата первой очередь. Но был ты бы не сыр по-шалованию. Магмуд Сабырхан Магмуд Сабырхан Магмуд Сабырхан Магмуд Сабырхан